Ленёвское отделение почтовой связи переживает трудные времена. Среди населения посёлка множатся слухи о скором закрытии почты. Мы попытались разобраться в ситуации и выяснить, что происходит на самом деле. Подходя к отделению почтовой связи, люди робко приоткрывают дверь и заглядывают внутрь. Какое-то время здесь висела крупная надпись «Почта не работает». Позже её зачеркнули. Почта работает. Из последних сил, правда. Об этом ленёвцы говорят в соцсетях и на улицах, пересказывая друг другу услышанную где-то информацию о скором закрытии местного почтового отделения. Чтобы отправить посылку, мне пришлось проходить три дня. Посылка всего 400 грамм. Это докупина наша Новосибирская область. Посылка шла в течение 20 дней. Как-то я не пользуюсь больше такими услугами, не плачу там ничего. Но вот тут пришлось вот так. Ну, говорят, там девушка ссылалась на то, что некому работать. Вы через почту не платите? Да, мне так удобнее. Я живу рядышком. Ну, тоже бесполезно всё это. Просто не знаешь даже, куда пойти. Ну, через Бирбанк, наверное, или через Платосферу. Теперь надо будет в телефон всё это вводить. Да, в общем. Ну, а если закроется почта у вас? Ну, это, конечно, будет вообще. А куда вы с Китим ездите? Это очень плохо. Ну, как же, без почты-то на посёлке быть. Не посылку. Не посылку, ничего. Мы раньше не то посылки пришли, отправляли, то платили за свет, за это. А сейчас не за что, потому что там некому работать. Неудобно стало. И, во-первых, она, их мало там, и она пустая теперь, там людей надо, надо платить людям, поэтому они придут сюда. А что они там ничего не получают? В другом месте найдут работу. Желательно, чтобы она была. Конечно, надо, чтобы она была. Мы уже в таком возрасте, что вот дошли и два шага уже устали делать, а тут рядышком она была. Вся работа почтового отделения держится сегодня на трёх почтальонах и одном операторе отправки почты. В настоящее время это весь порядком недоукомплектованный штат сотрудников. Полностью отсутствует руководящий состав. Начальник, его заместитель, не хватает трёх операторов. Как следствие, не работают кассы, не принимаются к отправлению ни посылки, ни бандероли, ни письма. Массовое увольнение сотрудников наблюдается по всему району. О причинах бывшие работники почты соглашаются рассуждать только при выключенной камере. За свой уход неудобно перед людьми. Множество из них – постоянные клиенты. И перед коллегами, стойко переносящими трудности. Казалось бы, повысили зарплату. Ненамного, правда. Месяц на такую прожить проблематично. Но держали работников здесь отнюдь не деньги, а коллектив и любовь к профессии. Новшества, внедряемые в работу, вместо облегчения труда создают дополнительную нагрузку. Компьютерные программы часто не работают или виснут. Клиенты раздражаются, а непосредственное районное руководство вместо поиска решения сложившейся ситуации лишь усугубляет её, вымещая гнев на сотрудников и пугая увольнениями. Официально Ленёвская почта продолжает работать и ждёт свои ряды новых сотрудников. Здесь по-прежнему выдаются пенсии, посылки, заранее оплаченные и пришедшие по указанному получателям адресу. Такие почтовые заказы в местном отделении клиентов просят пока не совершать, рекомендуя указывать другое функционирующее отделение связи, пункты выдачи или транспортную компанию. Посылки с наложенным платежом отправляются по договорённости с клиентом в любое другое отделение почтовой связи, откуда забрать посылку удобнее всего. Это может быть посёлок Листвянский, Евсино или даже Легостаево. То же самое с денежными переводами. Они будут перенаправлены на нужный адрес.